Слава нашему Господу! Слава Богу! Так, настроились на слышание Слова Божия, на разбор Слова Божия. И мы сегодня будем, Дух Святой так повел, что и утром, и вечером у нас с вами служение и тема на одно и то же самое место Священного Писания, на блудного сына. Брат Сережа сегодня утром проповедовал на эту тему. У меня другая тема, но из того же самого места. И как раз именно из той части его, о блудном сыне, о котором мы будем с вами читать. Но прежде чем я начну читать из Библии, хочу поставить все точки над «и». Давайте с вами конкретно определимся, чтобы у нас с вами не было никаких разногласий и не было различных мнений, потому что по поводу этого разных мнений быть не может. Я хочу спросить у вас, читать Слово Божье – это по расположению сердца или это наш долг? Правильно. В основном люди говорят по расположению сердца. Что тебе захотелось, ты читаешь. Не хочешь – не читаешь. И я хочу вам сказать, плоть никогда не хочет читать Слово Божье. Она лучше пойдет отдохнет, посидит в компьютере, она что угодно будет делать, пораться в огороде, пойдет с худобой заниматься, только бы не читать Слово Божье. Но Бог говорит, Сим, занимайся постоянно. Постоянно занимайся разбором Слово Божье. Следующий вопрос. Скажите, а молиться – это когда твоя душа расположилась или это наш с вами долг перед Богом? Вот многие тоже в этом вопросе начинают теряться. Как это должно быть? Или все-таки по расположению сердца? Я вспоминаю Даниила. Там написано, что он три раза в день в одно и то же самое время приходил на молитву, открывал окна на восток, на Иерусалим и молился три раза в день. Это был его долг? Или он ждал, когда у него будет побуждение в сердце? Да, это долг и дисциплина. Читать Слово Божье – это дисциплина. Твоя плоть никогда этого не хочет. Но твой дух желает наполняться от Господа. И ты должен взять Библию, открыть и читать ее. Если ты человек неорганизованный, если у тебя какие-то постоянные обстоятельства, и ты что-нибудь находишь, какие-то дела, то возьми для себя и сделай так, чтобы это было в определенные часы, как было у Даниила. Даниил был очень организованный человек, но так как он был на службе у царя, то его время не было регламентировано, потому что у него все зависело от того, как царь решит. Но определенное время он все равно отпрашивался и шел на молитву. Он это делал в определенный час. И уже царь знал, что в это время Даниил уходит, потому что ему нужно помолиться. Это дисциплина. Читать Слово Божье – это дисциплина. И третий вопрос. Ходить в церковь – это наша с вами обязанность перед Богом, или это тоже по нашему желанию? Обязанность перед Богом. И вы должны теперь понять, чтение Слова Божья, молитва и приход церковь – это не ваше расположение души. Это ваша обязанность перед тем, кто был распят за вас. И весь народ сказал «Аминь». Я сегодня это говорю с уверенностью, потому что он для меня сделал очень много. Он для меня был распят. Сначала был мучен, сказано, был обезображен падше всякого человека. После этого еще мало было им. Они решили еще и распять его, издеваться над ним. И когда его распяли, они стояли еще и насмехались. Человек и так уже мучается в агонии. А они стоят и насмехаются. Сойди из креста, давай, сейчас мы тебя уверуем. Видишь, даже отец твой не хочет тебе помогать. Они еще и издевались над ним. И когда Бог для меня это сделал, может ли быть такой вопрос, что «А я хочу или не хочу, буду или не буду, или буду ждать расположения, когда мне захочется почитать Слово Божья, почитаю. Когда не захочется, не буду его читать. Вот захочу и помолиться, будет у меня побуждение такое, будет какой-то у меня стресс, или печаль какая-то, или переживание за моих детей. И я пойду и скажу «Господи, послушай, что я хочу тебе сказать». А ты давай слушай быстро, потому что я пришел на молитву. Мы должны понимать, что наши с вами отношения с Богом теперь строгая дисциплина. Строгая дисциплина. Потому что это заповедал нам Господь. Он сказал «Бодрствуйте и молитесь». Там было такое выражение «И когда будет побуждение, у тебя бодрствуй и молись». Нет, там такого вы не найдете. Есть четкое и ясное понимание. «Бодрствуй и молись» – это приказ Божий. И не имеете привычки, такое написано, оставлять собрание ваше, как некоторые стали делать. Это постановление конкретное или это предложение нам это делать по нашему желанию, по велению нашего сердца? Нет, это конкретная дисциплина. Ну а вопрос чтения Слова Божьего мы с вами только что разобрали. Что Бог сказал «Занимайся сим постоянно. Спасешь себя и слушающих тебя». Поэтому это ни в коем случае не на выбор наш, а это строгое поручение Бога для нас. И я вам говорил, что Бог хочет нас спасти и нам нужно, чтобы мы не мешали Его спасению, спасению нас, а помогали, потому что Он пообещал нас спасти. Но Он сказал, если мы заключили с Ним завет через водное крещение и дали ему обещание доброй совести, может ли у тебя быть добрая совесть, если ты не читаешь Слово Божие? Какая у меня может быть добрая совесть, если я не читаю Слово Божие? А Он мне сказал «Занимайся сим постоянно». Не иногда, не когда тебе взбредет в голову, или когда тебе станет совсем трудно и больно, и ты начнешь открывать Библию, Господи, что там для меня есть утешительного? Он говорит «Занимайся сим постоянно». И все остальное именно таким образом и выглядит. Иногда мы с вами еще мучаемся и не понимаем. Вот Бог сказал, что вот у нас должна быть любовь, и мы ждем. Господи, когда ты мне дашь эту любовь к моим ближним? Разве Бог сказал «Иди поищи любовь» или «Подожди, когда я тебе ее дам», как сказал Бог нам с вами? Любить ближнего, как самого себя. Там нет предложения, там ничего не предлагается, это не меню, что ты сидишь и выбираешь. Вот это мне нравится, это меня устраивает, это не устраивает, это я вычеркиваю, это я не буду. Твоя совесть должна быть перед Богом чистая. Обязательно чистая совесть. Тогда Бог обещает и тебе, соответственно, что Он ведет тебя в Царствие Божие. Если совесть твоя чистая, если ты постоянно грешишь перед Богом, если ты его ставишь ни во что, и если ты не хочешь идти в церковь, если тебя не тянет читать Слово Божие, ты не хочешь молиться, твоя совесть чистой не может быть. У тебя нечистая совесть перед Богом. А раз ты не выполняешь свои обязательства, а это наши обязательства перед Богом, то Бог свободен от своих обязательств. Как спасти человека, который не хочет читать Слово Божие, не хочет молиться, не хочет ходить в церковь и не любит своих ближних? Как его спасти, если все, что ему сказал Бог сделать, он ничего делать не хочет? Приходит врач и говорит, вам нужно немедленно сделать рентген, потому что у вас там сложнейший перелом, и нужно немедленно делать операцию. Для этого вам нужно вот так, так и вот то. И ты, я это делать не буду, рентген не хочу делать, ложиться на операцию не буду. Как хирург можете после этого помочь? Ну тогда как срастется, так и срастется, так уже и будет. А срастется ровно или криво? Срастется криво, а если там еще и раздробленная кость, то сама собой не срастется. Тебе нужно хирургическое вмешательство, чтобы помочь тебе. Может быть даже аппарат Елизарова понадобится. Это то же самое. И если мы не хотим слушать то, что врач прописал, то у нас проблема с вами, да? Тогда и нет претензий к врачу. Что если мы не выздоровели, заболели и умерли, то претензий к врачу у нас с вами нет. Бог сказал четко и ясно, возлюби ближнего, как самого себя. Как это делать, Господи, тут не написано. А ты начни любить. Начни делать. Потому что любить – это глагол. Тебе нужно брать и что-то делать для ближнего твоего. И тогда в тебе будет расти любовь. Тогда, наконец-то, ты начнешь не просто болтать, а ты начнешь делать. И это очень важно. Я хочу вам сказать, это все дисциплина. Это наша ответственность перед Богом. Не ждите, когда вам стукнет озарение в голову, и, наконец-то, у вас какая-то любовь появится кому-то из братьев или сестер. Не ждите, когда к вам придет любовь, все будут вас любить, и вы будете говорить, о, мне нравится эта церковь, меня тут все любят. Вопрос стоит не в том, что тебя все любят. Вопрос стоит в том, что ты должен всех любить. Это закон Божий. И если ты любишь своего Бога, то как можно без Библии понять его вообще? Как без Слова, которое тебе и мне оставил Господь, можно вообще спастись? Это светильник ноги моей. Так написано. В этом царстве тьмы, это светильник для нашей с вами ноги. И Он сказал, когда идешь, не столько жертва твоя нужна, сколько чтобы ты послушал Меня. И Слово Божье звучит, и мы прислушиваемся к Нему. И когда мы к Нему прислушиваемся, тогда путь наш освещается. Когда мы молимся, опять-таки Бог говорит, бодрствуешь. Бодрствуешь и молишься. И это последнее время, когда сказано, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть, кого взять и увлечь. И если это представить, как лютые волки, которые идут за Божьим стадом, то хромая, больная овца, это тот, кто не читает Слово Божие, или читает его очень редко. Хромая, больная овца, это тот, кто не хочет никого любить, хочет, чтобы его только любили. Хромая, больная овца, это тот, кто молитва, говорит, только тогда, когда его приспичит. Вот тогда он еще может помолиться. Ну и, соответственно, в церковь он ходит, когда ему приспичит, или захочется. Это больная овца. И волки, которые идут за стадом, обязательно выхватывают больную овцу. И Слово Божие говорит, и утаскивает его в лес, эту больную овцу. Она плетется сзади. Она не идет вместе со всеми, она больная, хромая, она плетется сзади. Вот таких волки подбирают. И если ты не будешь этого делать, ты будешь больная, хромая овца. И волки обязательно тебя заберут. Диавол все равно тебя поглотит. Поглотит однозначно. Поэтому нам с вами нужно идти в ногу с нашим Господом. И нужно идти согласно тому, что он от нас требует. У него есть к вам определенные требования. Он хочет вас спасти. И он говорит, ты должен помочь мне это сделать. И сказал, что нам нужно для того, чтобы помочь Богу спасти нас с вами. Делайте. И пусть совесть ваша будет чиста. Аминь. Итак, мы переходим к нашему блудному сыну. Евангелие от Луки. 15 глава. Начнем с 20 стиха. Не будем все, что он там делал, чем он занимался, как этот сын попал туда, в свинарное корыто. Мы уже двигаемся чуть дальше. О свинарное нам рассказывал брат Сережа. А мы будем двигаться уже дальше. Когда наконец-то блудный сын уже решил для себя, все, я встану и пойду к отцу моему. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его, отец его, и жалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Не понял, кто побежал, сын блудный или отец побежал? Вы разобрались или нет? Отец побежал. Отец увидел его, жалился и побежал к нему. Как вы думаете, а блудный сын в это время бежал или телемпался? Телемпался. Телемпался и боялся показаться отцу на глаза, потому что ему было страшно. Но он уже решил, он идет и будет проситься в рабы. А когда просишься в рабы, ты не в припрыжку идешь и на скакалке прыгаешь. Естественно, он шел и он себе представлял, как, наверное, отец будет разгневанный, когда он придет, увидит его, а он скажет, я все промотал, ничего не осталось, а тебя воняет свиньями. Где мои деньги? Куда ты все это делал? Что ты с этим сделал? Вот мысли, которые наполняют голову того самого блудного сына. Поэтому, когда отец его увидел, сын не знал, что отец его простил давным-давно. Сын даже не ждал, что отец побежит ему навстречу. А мы видим и читаем, что оказывается, не сын побежал навстречу отцу своему, а отец побежал навстречу своему сыну. И когда он был еще далеко, увидел его отец, его и жалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Вонючего. Только что от свиней пал ему на шею. Может, он не знал, что он был в свинарнике? А потом, когда обнял его, почувствовал и отстранился от него. Я бы тоже так подумал, что, наверное, когда эта вонь ударит отцу в нос, то, наверное, точно отец скажет, что это с тобой случилось, на кого ты похож. Однако нет. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим. И вот ответ отца на то, что он увидел этот отец в своем сыне, и то, что он от него почувствовал своим запахом. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень. Да пойдите, отмойте его сначала. Пойдите, вымойте его. Снимите с него эти страшные одежды, дайте ему что-нибудь одеться, и потом будем с тобой разговаривать. Ну, это мы так сделали, да? Это мы так с вами поступили. Но Бог, он удивительный. И когда мы про него читаем, потому что отец это прообраз нашего Господа с вами. И вот, когда мы это читаем, мы удивляемся, какой им удивительно любящий отец. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте уже перстень ему сразу же на палец. Да? И перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться. Почему не поговорить с ним? Почему не выяснить деньги? Куда ты делал мои деньги? Почему с ним это не выяснить? Почему не разобраться? А потом будем с тобой уже разговаривать, что мы будем есть или будем прощаться навсегда. Нет. Вот любовь нашего с вами небесного Отца. Без оговорочная, без всяких претензий, без вопроса на то, где ты это все делал? Почему ты там ходил? Как тебе не стыдно? Ты позорил Отца столько лет. Даже нет намека на этот вопрос. Посмотрите, насколько Бог наш безукоризненный. Даже не было укоризны у него, но он тут же делает пир, чтобы все могли порадоваться. Ибо этот сын мой был мертв, и ожил, пропадал, и нашелся, и начали веселиться. Вот. Никаких разборок, никаких решений, где, когда, и почему, и сколько. вопрос стоял в том, давайте будем веселиться, потому что он был мертв раньше, а теперь вернулся к Отцу с покаянием. Значит, ожил, да? Значит, все-таки сын ожил, и что-то внутри у него поменялось, и это внутреннее поменявшееся стало живым, здоровым, нормальным. Однако, тема наша сегодня вообще не эта. Тема наша следующая. И мы будем говорить про второго сына. Про первого мы сегодня говорили, я еще повторил, Сергей сегодня говорил про первого, и никто не говорит про второго. Давайте займемся вторым сыном. Итак, старший же сын его был на поле. 25 стих 15 главы. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Смотрите, когда же рабы разговаривают, да, как они это говорят? Потому что принял его здоровым. Он имеет в виду духовное здоровье или физическое? Духовное. Был мертв, это не значит, что он где-то там умерший был, а потом встал из гроба своего. Нет. Мертвый, духовно, совершенно духовно мертвый человек, в ком ничего не работает, ничего, никаких совест, ничего не угрызает, все, что творил, все делал. И вдруг в свинарнике среди этих рожков и свиней проснулось его духовное нормальное состояние, и он выздоровел там. Видите, где приходит выздоровление иногда? Не на яхте с коктейлем, а вот в таких вот интересных обстоятельствах приходит выздоровление человека. И он говорит ему, выздоровел. 28 стих. Он осердился и не хотел войти, только он услышал, что пришел его брат и ради него пир, обиделся и не хочет входить. он не просто огорчился, он обиделся, сказал, я туда не пойду. Почему? Он обиделся на своего брата, он обиделся на то имение, которое он прокутил, он обиделся на то, что тот наглый такой пришел в дом родной, пусть бы себе бродил и гулял дальше, кто его звал сюда. Скажите, на кого обиделся второй брат? На отца. Не на своего брата первого, а обиделся на собственного отца. Родной мой, за что же ты обиделся на своего собственного отца? Он сказал ему, брат твой пришел и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. 29 стих. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Справедливо или нет? Ну, по-нашему, по-человечески справедливо, как бы кажется, как справедливо. Отцу высказал претензии тут же и сказал, как ты мог? Я с тобой столько времени, ты мне такого не делал, как своему этому блудному сыну своему делаешь? Как это такое возможно? Я в тебя служу, хоть раз я приступил твое повеление или слово твое нарушил, я с тобой здесь всегда, но посмотри, как ты встречаешь его и как ты поступаешь со мной. Ты со мной так никогда не поступал. И что отвечает ему отец? Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной и все мое твое оказывается. Все, что есть у отца, все это время было в свободном пользовании второго сына. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. А отец ему говорит, знаешь что, дорогой, тебе нужно было порадоваться о своем брате, потому что он был мертв, а теперь живой. Почему у тебя нет радости? Почему у тебя появилась зависть? Почему ты стал завидовать своему второму брату и начал мне строить укоризны? Да, он прокутил, да, он потратил, но для меня он родной сын, и мне важнее, чтобы он был жив, а не мертв. Почему у тебя нет радости, когда твой брат ожил? Почему у тебя нет веселья в твоей душе, когда твой брат вернулся, одумавшись, вернулся здоровым человеком уже? Не никто ему не указ, никто ему не друг, дайте мне денег, и я пошел. Он пришел и говорит, я не достоин быть сыном. Он приходит совершенно смиренный, уже до такой степени, что в сыновья не набивается, а говорит, я буду отрабатывать тебе рабом. Я рабом отработаю все, что я взял и потратил, я отработаю это рабом, потому что на сына я больше не тяну. Это здоровое размышление или глупое, здоровое размышление. И теперь два брата стоят, один и второй. Один говорит, я не достоин, а другой говорит, отец мой, как ты несправедливо со мной поступаешь. А отец ему говорит, подожди, когда я тебе в чем-нибудь отказал, все, что у меня есть, оно все твое. Бери и пользуйся, ни на что не было запрета, ты мой сын, я тебе ничего не запрещаю, хочешь с ребятами, пожалуйста, хочешь один, пожалуйста, как хочешь, это было твое время, это были твои возможности. Почему у тебя нет совести и почему у тебя нет милости? Ты обижаешь меня тем, что говоришь, что я с тобой плохо поступал, и ты не имеешь милости к брату своему, который вернулся и просит, чтобы его помиловать. Вот удивительная ситуация, да? Два брата. Один не грешил, деньги не тратил, постоянно работал с отцом, продолжал накапливать имения, кормить рабов и все остальное, руководить работами всеми, а этот просто гулял, гулял, пришел, но пришел не потому, что ему теперь нечего больше делать, от скуки пришел, потому что что-то у него поменялось очень в сердце, и дух его стал теперь здравый, но смотрим, что этот, который пришел, более здравый, чем тот, который был. Если правильно посмотреть на это писание, то отец не обличал того, кто пришел, но своего старшего сына, который был с ним всегда, он обличает, четко обличает его, почему у тебя такая зависть, почему ты не радуешься, что твой брат был мертв, а теперь ожил, почему в тебе нет этой радости, где твоя милость, где то, что должно было быть у тебя от отца твоего, где то, что ты должен быть как подобие твоего отца, где это, в тебе этого нет, и я вижу, что тот, который где-то ходил и блудил, оказывается, более вернулся здоровый, чем собственный сын, который никуда не ходил и нигде не блудил, и тогда я вспоминаю слова Иисуса Христа, который говорит фарисеям, которые учителя закона, учились у ног Гамалиила, с детства из верующих семей, и он им говорит, а вы знаете, что блудники и прелюбодия идут впереди вас, разрыв мозга, люди, которые всегда были с Богом, всегда служили при храме, всегда служили в синагогах, с самого детства учили букву закона, читали книгу, вдруг слышат от самого Бога, Иисус Бог или нет? Да, Иисус Бог, и Он им говорит, четко и ясно, обличая их, говорит этим фарисеям, что вот эти вот, которые пили, гуляли, блудили, идут впереди вас во спасение. И я себе представляю эту картину, что оказывается прямо с публичного дома, прямо с глупостей, с наркоманских притонов, прямо с каких-нибудь еще там, не знаю, алкогольных мест, люди идут быстрее, чем те, которые всегда были с самого начала с Богом. Идут быстрее, и у них сердце не настолько испорчено, сколько сердце испорчено у тех, которые всегда были с Богом, потому что их начинает мучать зависть и раздражать, почему этим больше милости, чем нам. Мы были с тобой, мы не блудили, мы не ходили там, где не ходили, а теперь они пришли в церковь, начинают каяться и ты даешь им столько милости. Отец сразу же отвечает, а разве все мое не твое было все это время? Разве когда ты родился в своей семье, ДВР, разве все не твое было? Разве не с детства ты пользуешься всеми благами Господа, потому что мама твоя верующая, папа твой верующий, дедушка твой, пресвитер церкви, разве не с самого детства ты получаешь все блага? Разве я не забочусь о тебе все это время? И почему ты так не радуешься, когда приходит тот, который был блудником, прелюбодеем, вдруг приходит и начинает плакать и каяться, Господи, я столько лет грешил. Я не гожусь в сыновья, но я прошу тебя, прости меня и очисти, и освети, и сделай из меня того, кого ты хочешь видеть. И что же видим мы? Что оказывается, тот, который был с Богом все время, с самого детства, становится хуже, чем тот, кто пришел, наелся всей этой чечевичной похлебки, наелся всех этих свинячих рожков, приходит и более исправный, чем тот, который был всю жизнь верующим человеком. У него к Богу претензии, а у того ничего, кроме смирения. И он просит, Господи, если можно, прости меня. Я видел это покаяние, я сам из мира пришел. Друзья мои, я сам не из христианской семьи, я сам пришел из мира. И меня поражало всегда отношение тех, которые всю жизнь выросли с Богом, как они относятся к тем, которые приходят с мира, как к второсортным людям. Я не говорю, что это везде, но в христианстве нашем с вами есть проблема, что в некоторых церквях люди, которые выросли в Господе, относятся с таким пренебрежением к тем, кто пришел из мира и покаялся, потому что когда-то они были блудниками, когда-то этот был алкоголиком, а раз был алкоголиком, тебя в хоре не должно быть. Сиди вот там на задней лавке и будешь слушать, как мы поем ДВР. Кто не знает, что такое ДВР, я не для вас говорю, это в интернете. ДВР – это дети верующих родителей. Как сегодня происходит это крещение во многих церквях, когда с мира никто не входит в церковь, потому что они недостойные, а крещение происходит и выставляют фотографии, у нас было крещение, слава Богу, и начинаешь разбираться, а там все дети верующих родителей подрастают и достигают возраста, когда нужно принять крещение. А где люди с мира? Где люди, которые должны были бы вами спасаемы быть? Какое пренебрежение очень часто у тех людей, которые выросли со Христом, как бы выросли со Христом, как они пренебрегают теми людьми, которые пришли из мира. Как во многих церквях человек, который пришел из мира и покаялся, не пробьется никуда. Он второсортный. Я сегодня об этом говорю, потому что читаю Откровение Иоанна Богослова, где сам Иисус говорит, сделай послание семи церквям. У меня есть нечто на многие церкви. У меня есть нечто, что я хочу сказать этим церквям. И если они не поправят свой светильник, я приду и сдвину его с места. Разве это нормально, когда у руля стоят дети, внуки стоят, когда стоит дед, никак не хочет уйти, стоит там у руля, его дети стоят, жены стоят, когда вот это вот семейное, кланом заняли церковь, и все, туда никто не приблизится. Когда те, кто приходят и каются, это хорошо, если они приходят в эту церковь и каются, а если не приходят, и если их никто не кает, и никто с ними не занимается и не работает, никто им не проповедует, достаточно того, что наши дети подрастают, мы их покрестим, и это праздник, родители радуются, дети приняли крещение. А как же мир? Бог говорит, я посылаю вас в мир, я не отделяю вас от мира, наоборот, посылаю вас в мир. Как же, когда будет проповедана Евангелие последнему язычнику, тогда придет конец. Как же исполнение Слова Божия, что мы должны идти и им проповедовать, чтобы Евангелие было проповедовано не в моей семье только, не только моим детям, а сказано от края и до края земли. Ха миссионеры ходят. Сегодня такой страшный перекос. Я уже говорил, когда я пришел к Богу, я очень сильно удивился, что люди, которые годами молились за пробуждение в Украине, в России, тогда был Советский Союз, был железный занавес, нельзя было говорить о Боге, Библия была контрабандой, и вдруг Господь по молитвам этих верующих, которые молились десятками лет, открывает возможности свободу проповеди Евангелия. Союз развалился, коммунистическая партия рухнула, больше Ленин не живее всех живых, а мертвый лежит там вообще без ничего, лежит в этом самом, в мавзолее. И Бог дает всем свободу Евангелия. И начались такие проповеди, такие служения, знаете, кто их проводил? Американцы. Они приезжали, ставили огромные палатки, аппаратуру, мы им помогали, я даже в оцеплении стоял, помню, потому что я сам покаялся на таких служениях, когда Союз развалился, и когда начали свободно проповедовать Евангелие, тогда и я покаялся и принял Христа. И вот что удивительно, люди, которые столько лет молились, вдруг в один момент, когда Бог открыл дверь и дал благодать в этой стране, они собрались и все начали текать в Америку. Правдами и неправдами, рассказами и лживыми рассказами, они все бежали в Америку. Я не хочу никого осуждать, никого не осуждаю, но я задумался так и сказал, Господи, почему уехали пастыров столько, уехала диаконова столько, уехала певцов, хористов, столько поуезжала, а сейчас Бог открывает благодать и люди, как повалили в церковь, а кто ж принимает их? Все только думают, как слинять в Америку. У всех только один вопрос, у всех только одна тема, вы уже уезжаете, вы уже документы подали или не подали, и все на Америку, все туда. А как же эти, которые покаялись? А как же эти, которых надо принимать? Они младенцы. Я спросил, Господи, почему так произошло? И он ответил мне, в молитве моей мне Бог отвечает, потому что это люди, которые не дадут вам нигде участвовать. Они займут всю территорию, они не подпустят вас и близко, потому что у них семейные кланы, у них есть дети, у них есть внуки, которые занимаются и стоят у власти всей церкви. Вы туда никуда не пробьетесь, и я их взял и переселил и переселил их всех в Америку, чтобы дать возможность тем новым, которые придут, чтобы они могли петь в храх, заниматься детским служением, учиться, проповедовать и рассказать те великие дела Божьи, которые Бог совершил в их жизни, потому что те, которые всегда с ним были, даже не знают, что свидетельствовать. А эти увидели самое дно, с которого Бог их поднял, и они расскажут, что Бог сделал в ихней жизни. Мои ДВРы, мои дети, которые выросли в христианской семье, в моей семье, я сам из мира. Я зарабатывал все в Господе, зарабатывал все как раб. Ведь если дети из верующих семей уже имеют благодать, потому что Бог сказал, что благословлю до тысячи родов, благословлю любящих меня, вам уже папы, бабушки, дедушки ваши, которые сидели в тюрьмах в Сибири, уже заработали благословение, и чаще всего эти люди вообще пользуются благами, за которые они не работали. Они уже их получают автоматически. Они даже не знают иногда, нужно вообще каяться перед Богом. Они выросли в христианской семье. Нужно ли им иметь вообще отношения с Богом личные свои? Они уже считают себя уже спасенными с самого детства. Почти как в православии. Главное, чтобы тебя окунули в детстве, там ты уже спасенный. Нет, пока ты не переживешь встречи со Христом, пока ты лично не познакомишься с Ним, пока ты сам не признаешься Ему, в чем у тебя твои проблемы и недостатки, пока ты не поймешь, что тебе без Него нет пути, Папа не решает твой вопрос. Твоя бабушка не решает твоих вопросов спасения. У тебя личные отношения с Иисусом Христом. И тебе нужно найти Христа и найти эти личные отношения. И пока ты их не найдешь, не решается вопрос твоего спасения. Сколько бы ты не жил в христианстве, сколько бы ты не начинал бы свое житие, ты должен найти Иисуса Христа. Вот то, что происходит с теми людьми, которые валялись в грязи, как этот блудный сын в свиных рожках приходят и говорят, Господи, такой, как я есть, от него смердит. Я сам себя вспоминаю, когда я пришел в церковь, когда меня пригласили мои друзья, и я пришел туда, и я понимаю, что от меня воняет куривая, я только что покурил. Я зашел туда, а там стоят святые люди в белых одеждах, в галстуках, и я среди них был как прокаженный. Было такое впечатление, хотя я пришел красиво одетый, потому что я был начальником, и я вошел красиво одетый, от меня смердело и воняло. Тем, что я иногда выпивал, тем, что я постоянно курил, по три пачки выкуривал в день, от меня смердело, и все это понимали. И когда я пошел наперед, то я очень сильно долго мучился той мыслью, а вдруг я выйду, и они забросают меня камнями, как прокаженного. Но когда я вышел на покаяние, никто не кинул в меня камень. Я сказал, Господи, такой, как я есть. И я пережил вот эту встречу со Христом, когда Бог в один момент просто бросил за хребет все мои беззакония, что я творил. Все мои преступления, которые я совершил, Он все знал их до одного, с самого моего рождения. И Он сказал, я бросаюсь за хребет и больше никогда не вспоминул. И Он принимает меня, как вот это вот, отец принимает этого вонючего сына. Говорит, переоденьте его, дайте ему новую обувь на ноги, и вот тебе перстень власти моей. Я даю тебе власть наступать на вражью силу. А есть брат у меня, который смотрит на новой родившейся церкви, на тех служителей, которые пришли из мира и не принимает их вообще, и не хочет их ставить в расчет, и еще и начинает поносить. А что там может быть хорошего? Из Галилеи что может быть хорошего? Из тех, которые только пришли из мира, что может быть хорошего? И вы не понимаете, Бог смотрит на вас, и как отец в этом рассказе говорит, как тебе не стыдно. Ты должен был радоваться, ты должен был ликовать, а тебя раздражают эти люди, которые приходят с мира, ты не хочешь даже им проповедовать. Главное, чтобы твои дети покаялись. Главное, чтобы твои дети приняли крещение, чтобы ты мог перед всеми успокоиться и всем сказать, да, мои дети тоже покаялись, и тоже приняли крещение. А как же мир погибающий, который Бог хочет спасти? Как с ним быть? И почему нет радости в тех людях, которые вышли из ДВР, и не признают тех, которые пришли от блуда, от нечистоты, от алкоголя, от наркомании. Да, оно худое, затянутое, у него дорожки на Ауркееву, у него вены порезанные, потому что он себе это делал когда-то. И ты смотришь, но тебе неприятно ему подать руку. Ты такой чистый, незапятнанный, ты все время был с отцом и никуда не уходил. А он пришел с какой-то грязи, откуда-то вообще, с какой-то тюрьмы пришел, зэк какой-то пришел. И тебе как-то так странно с ним еще иметь общение. Что можно общаться? Свет со тьмой может общаться, однако Бог говорит, как тебе не стыдно. Он был мертв, а теперь жив. И для меня он сын. И посмотри, я дал ему кольцо, дал свои одежды, еще и откормленного быка. Специально приказал, чтобы все праздновали, потому что у меня радость большая. Вот почему эти, которые блудники и прелюбодеи, которые пришли и покаялись, входят первее, потому что в них нет этой проблемы и зависти. В них этого нет. И они не предъявляют Богу претензий, почему этим я должен поделиться, почему я их должен пустить в хор, почему лучше мои дети пусть сидят в хоре, пусть лучше диаконами будут мои дети, а этих я не возьму, потому что они с мира пришли, что он может хорошего дать людям. Пусть посидит лет 15-20 здесь в церкви, мы посмотрим на него. И когда он полностью уже привыкнет к этому, тогда мы еще будем решать. Пусть пять лет походит на курсы, чтобы получить крещение. Сыну своему я сразу дам крещение, и дочери своей сразу дам крещение, а этот пусть лет пять походит поучиться, и мы понаблюдаем за ним сначала. А потом будем решать, давать ему крещение или не давать. Вот такое отношение сегодня в церквях. И Бог сегодня говорит, имею против тебя, против твоих кланов, против твоих семейных церквей, имею против тебя, когда ты пренебрегаешь теми, кого я достаю с самого дна и привожу сюда в церковь, чтобы ты помог ему, как к тому Лазару, которому я сказал, выйди вон из могилы, и он вышел, и я потом приказал, возьмите, распеленайте его, и пусть живет. Ты даже распеленать его боишься, тебе неприятно. Ты не хочешь его касаться, потому что он был мертв, а теперь жив. Но Бог говорит, возьми и распеленай его. Вот такие удивительные вещи происходят. И люди, которые сегодня выросли в христианстве, очень жестко ненавидят тех, которые пришли из мира, и пытаются там песни петь. Не такие, как поют эти СДВР, которые привыкли всю жизнь о страданиях, о мучениях, о гонениях. Уже давно гонений нет, но мы должны петь со сборника о гонениях. Зачем? Вот пришел человек, который пришел с этого мира. У него такая радость, его наполняет, потому что все, он был мертв, а теперь жив. На, вот тебе сборник, и вот отсюда пой. Пой медленно, как мы поем. Вот так медленно, тошнотно, поет так, чтобы вот так вот не спеша, и поет только со сборника. Ему хочется радоваться, ему хочется каких-то песен таких. Харизмат. Все. Харизмат. А если он еще еврейские песни поет? А если там еще барабаны? Это все. Это все. Израильские песни с барабанами, это просто конец. Это вообще неверующий человек. Разве вы не вот те сыновья, которые ненавидят того брата, который воскрес? Воскрес и пришел, и отец принимает его, и рады ему так. Настолько рады, что целый пир создал, а тебя жаба такая давит. Каждый день. И ты не готов поделиться. И ты не готов с этим смиряться. Ты претензии высказываешь. Ты его все равно затопчешь. Ты все равно не дашь ему никуда пробиться. Ты будешь делать все, чтобы он не пробился. Ты будешь хаять его. Ты будешь говорить на него гадости. Он никогда не вылезет из тех сплетен, на разговорах, потому что ты ему не дашь. Потому что ты всегда был как будто бы с Богом, но не научился. Единственное, чему, это любить так, как любит отец. Чтобы принимать и радуться за того, кто был мертв и стал жив. Как нужно любить этот мир, чтобы пойти к нему и с любовью пытаться их спасти. Какая должна быть любовь к этим людям, чтобы захотеть их спасти. Того, кто валяется под забором, у него мокрые штаны, а тебе нужно его спасать. Того, который бомж на вокзале, а тебе нужно его обнять. Такое могут делать только те, которые пришли не из ДВР, а которые пришли из такого же мира. Вот только они могут это делать, потому что ДВР считает, у них должна быть белая работа, чистая, а не белые и пушистые. А эти, их неприятно касаться. Но я смотрю на Христа, он пришел с неба. И вдруг прокаженный человек пробивается сквозь толпу, все раступились, там все стояли ДВР, они похватали камни, потому что этот пришел из мира, а он добегает до Иисуса Христа, падает на колени. Обезображенное лицо, вонь прокаженного человека, гниющее тело, на лице нет носа, и отпали уши, открывает свой капюшон, а те стоят, все камни схватили, а Иисус держит руку, говорит, подождите, не кидайте, не смейте. Замерли, и ждут, когда наконец-то Иисус уже с ним закончит, и может быть побить его камнями. Однако, этот прокаженный говорит Иисусу, если ты хочешь, прикоснись ко мне и исцели меня. И ДВРы все замерли. И смотрят, неужели к этой гидоте он будет прикасаться? Он хоть понимает, кому он касается, к прокаженному? Если ты святой, как ты можешь прикоснуться к этому? Как ты можешь касаться этих блудниц, прелюбодеев этих, которые раньше грешили? А Иисус ему отвечает, хочу. И сказано, прикасается к этому страшному, обезображенному телу. И говорит, исцелись. И ДВРы в шоке. Все стоят с камнями, а кинуть не удалось. Точно так же была и женщина, которая была застана в прелюбодеянии. Они ее ко Христу тянут. Вот какая она блудница, какая она ничтожество. А Бог говорит, я не пришел судить, я пришел что? Спасать. Я не пришел судить, я пришел спасать. А они ему говорят, да, скажи нам, что по закону с ней нужно делать. И все уже приготовились побить камнями. Покажи свою любовь. Скажи, как в законе написано, и мы сделаем это. Там написано, что? Побить камнями. А Иисус говорит, если кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. И я знаю, что нет человека без греха. А еще Бог говорит, все вы много согрешаете. И ДВРы, и не ДВРы, и БМВ. Кто такие БМВ, знаете? Более-менее верующие. Называется БМВ. Это я вам рассказываю христианские, вот такие вот терминологии с сокращением. Дети верующих родителей это ДВРы. А БМВ это более-менее верующие. И вот они не хотят к этому прикасаться. Они бы с удовольствием побили бы это камнями, избавились бы от этого всего. Однако Бог говорит, хочу, исцелись. И касается именно их, прикасается этих прокаженных, страшных, этих вонючих, этих во всей мерзости, в которой они валялись. Отец обнимает своего сына, потому что самый главный вывод из всего этого, что всех, кто родился на этой земле, являются детьми Божьими. Да или нет? Нет человека, который бы родился, и он не был бы детем Божьим, потому что никто не может родиться, если не родит его Господь. Есть ДВРы, есть люди, которые всю жизнь в церкви, и у них нет детей. Они 17-18 лет молятся, а Бог не дает им детей. А есть блудница, которая рожает каждые 9 месяцев. Ну, как такое получается? Вот так и получается. Никто не может родить, даже блудница не может родить, если того не захочет Господь. И иногда мы с вами бываем бесплодны, потому что мы с вами не имеем нормальных отношений с Господом. И иногда Бог закрывает чрево верующих родителей. А иногда открывает самым худшим блудницам. И нам все этого не понять, потому что Бог делает, что хочет. Правильно или нет? Он горшечник. И Он не объясняет, почему я так делаю. Почему это всю жизнь в блуде и рожает одного за другим, а это никогда не блудило и не может родить одного. И это знает только один Господь. И Он принимает решение. И как страшно, когда мы становимся судьями и начинаем судить, этот будет спасен, этого мы будем проповедовать ему спасение, а этого мы не возьмем, потому что он с улицы, и он бывший блудник или бывший зек. Не пересуживаете ли вы? Но как приятно, когда приходит богатый ДВР, и мы сразу его братский совет, и будем слушать все его советы, будем слушать все его разговоры, будем прислушиваться к нему, потому что он богатый. У него есть деньги. Поэтому мы прислушиваемся к любому его мнению. И такая болезнь есть сегодня в некоторых церквях. Не все христианство этим болеет. В основном болеют те, кто как раз и замешан на ДВРах. Кто замешан на том, что только мы и семейный клан наш, и все остальные, они второй сорт, а мы первый сорт. Вот у тех на этом все замешано. И там не пробьешься. Бесполезно вам там пробиваться, стараться, потому что семейный клан никого не пропустит. И вы всегда будете вторым сортом. Вы всегда будете вторым сортом. И церковь, которую ведет человек не из ДВРов, тоже будет второй сортной церкви. И так будет всегда. Я помню учеников нашего Господа Иисуса Христа. Когда они ходили, ходили с Ним, а потом увидели человека, который ходит и проповедует Иисуса, но не вместе с Ним. И они говорят ему, Господи, Ты видишь, Он с нами не ходит, а Тебя проповедуют. Давай запретим Ему. Если Он не в нашем братстве, давай запретим Ему. Чего это Он ходит и проповедует? Кто Ему разрешает? Запретим Его, запретим все, что Он проповедует. И не дай Бог, кто-то из наших туда пойдет. Сразу на отлучение. А Иисус Христос что им сказал? Да, кто с нами, тот не против нас. Да? И если Он меня проповедует, значит, завтра Он не станет меня клести. Не мешайте Ему. Пусть идет, исцеляет и проповедует. Не останавливайте Его. А как хочется. Как бы мы хотели. И как многие этим занимаются и это делают. Друзья мои, однако, блудники и прелюбоди идут впереди многих наших фарисеев. Многих наших ДВРов, многих тех, кто привык к страданиям, гонениям и мучениям, к многим другим вещам, они никак не могут принять того, что если Бог кого-то простил и омыл и очистил кровью своей, для Него это дорогое дитя. И ради Него Он сделает праздник больше, чем по тебе, который всю жизнь был с Ним. Почему? Потому что ты не умирал. А этот был мертв, а теперь жив. И это огромный праздник в душе Господа. И если тебя это не радует, и если у тебя является зависть, и если Он пишет стихи, а ты завидуешь, потому что твои не пишут, а этот пишет, и если у него появляются какие-то откровения Божьи, и если он начинает с Богом говорить и молиться, а Бог ему отвечает, и ты смотришь и думаешь, у меня такого не было, я всю жизнь с тобой, а ему только что помолится, ты сразу ему даешь. Да, потому что он был мертв, а теперь жив. И у него получается много лучше, чем у многих ДВРов. И когда ты завидуешь, то Бог говорит, извини мне, но эти не завидуют, они помнят, откуда я их достал. И они благодарны мне, и они идут впереди тебя. А ты со своими предрассудками и завистью своей где-то плетешься там, сзади. А Иоанн, креститель, протягивает перст к ним и говорит, порождение Ехидины. Кто сказал вам, что уже время пришло спасаться? Не дай Бог, чтобы мы с вами стали порождением Ехидины. Чтобы мы так зазналися в христианстве своем, что стали пренебрегать людьми, которых Бог поднимает с самого дна. Чтобы мы не нашли в себе любви и отношения к этим людям, как сын старший не нашел отношения к своему брату, который был мертвый и вернулся здоровым. Чтобы с нами такого не было, чтобы мы делили людей на тех, которые нам приятны и которые нам неприятны. Эти нам нравятся, этих мы любим, а этих мы любить не будем и не хотим. Разве Бог не всех любит? Разве не все его дети? Все. И не желает смерти никакого грешника. Поэтому сохрани нас, Господь, от того, чтобы мы пришли в состояние второго сына. Хоть мы никогда нигде в свинячих корытах не лежали, может быть, не прокутили все, может быть, с блудницами мы не занимались никогда, но у нас нет элементарной любви. Чтобы полюбить этих людей, как самое близкое, дорогое, и порадоваться с нашим небесным Отцом, который так долго их искал, звал, за них молился, чтобы они пришли. И когда они пришли, ты показываешь им свое фу. И они приходят, а ты даже не хочешь их приветствовать. Тебе от них противно. Куда же ему везти тогда их? Куда же этих детей тогда ему привезти? Бог открывает новые церкви. И туда начинает собирать новых людей. Потому что старые церкви не хотят их принимать. И Иисус говорит, для нового вина нужны новые мехи. И старые церкви ненавидят новое течение, ненавидят новой церкви, ненавидят тех, кто поет, ненавидят тех, кто свет включает, ненавидят тех, которые барабаны используют, ненавидят и то, ненавидят и это, и нет. Да и все у них ненавидят, все их раздражает. А Бог говорит, вам не понять, потому что это новые мехи, и это новое вино. Поэтому, сохрани нас Господь от этого. Слава нашему Господу. Аминь. Давайте прославим его. Как лань желает, как лань желает к потокам воды. Так желает душа, так желает душа моя к тебе, мой Бог. Жаждет душа моя, к Богу живому стремится душа. Но когда я приду, и когда я явлюсь пред лицом твоим. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. В нем явит милость, в нем свою милость не явит Господь. Но чудеса у меня и молитва летит моя к тебе, мой Бог. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Как лань желает, как лань желает к потокам воды. Так желает душа, так желает душа моя к тебе, мой Бог. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok